Несколько дней назад я записал на своем канале видео, в котором Владимир Карасев рассказывает обо мне массу интересного. Ссылка на это видео в описании, а собственно говоря, вот фрагмент этого видео. Леха, не знаю, куда там Громов влез, но вот этот Кремлин лысый, блин, это враг Донбасса, враг России, блин, который сейчас появляется на Первом канале. Он из Крыма, блин, этот Таран, блин, он стукачок из БУ. И эта история получила продолжение, мне прислали последствия, да, переписку, ну, как бы между людьми, которые попали в подозрение о том, что они мне дали послушать эту запись. Я эту переписку вам сейчас покажу и считаю, что это нужно сделать, потому что вопрос принципиальный. Ну, во-первых, я хочу обратить внимание на то, что моя позиция людям, ну, предпочтительнее, потому что я выступаю за мир, я выступаю за раскрытие глаз о том, что произошло на Донбассе. Естественно, это многим не нравится. Вообще, с чего все началось? Все началось с того, что я презентовал проект, который я делаю не сам, а я делаю с группой товарищей. Этот проект, естественно, непростой, это художественный фильм, посвященный событиям в Луганске весной и летом 2014 года. И, собственно говоря, вот эта аудиозапись, она появилась как комментарий именно на этот проект. Я прокомментировал это высказывание и вот получился такой вот резонанс. Обсуждений там много, но там есть несколько пунктов в сухом остатке. Первое, что я укроп, что я агент СБУ, что я работал на Тимошенко и что я хожу на федеральные каналы исключительно потому, что это некая спецоперация СБУ. Относительно СБУ, сразу хочу сказать, что дайте позывной, покажите документы, потому что если у вас ничего нет, кроме каких-то влажных подозрений, то это вообще разговор ни о чем. Этот вопрос можем даже не обсуждать. Позывной, подтверждение, доказательство. Особенно с учетом того, какой фильм я делаю и кто у нас сегодня, например, возглавляет Луганскую Народную Республику. Да? Правда интересно, да? Обвинить меня в том, что является, собственно говоря, глубинной основой самой спецоперации на Донбассе. Правда? Второе, работа на Тимошенко. Я вообще не понимаю, о чем тут речь. Если речь идет о том, что я работал в инфраструктуре Республики Крым, а там мной руководили люди, которые в украинское время имели отношение к партии Батьковщина, но так это тоже ни о чем. То есть к Тимошенко я вообще не имею никакого отношения. К информполитике Крыма? Да, безусловно. Я работал и строил эту информполитику вместе с коллегами в определенной структуре. И что? Это детский лепет. Там еще в этой переписке есть такой пунктик, что сгоряча, обидевшись, человек побежит на Лубянку рассказывать о том, какой я нехороший, да, и, собственно говоря, о моих каких-то там прегрешениях. На самом деле, если у Карасева есть кураторы на Лубянке, то я более чем уверен, что агентура такого уровня вообще не посвящена ни в какие секреты относительно людей, с которыми взаимодействуют, против которых работают или с которыми работают. То есть, в данном случае, не подумав, совершенно непрофессионально, Карасев подставляет своих кураторов, показывая на то, что у него там есть кому бежать. Вы понимаете, о чем идет речь? То есть, никто же не бежит в Лубянку просто так, чтобы параллельно еще познакомиться с людьми. Всегда бегут туда, где есть человек, который как минимум скажет, ой, Володя, сколько лет, сколько зим, ну, ну, рассказывай, что там, таран тебя обидел, ну, ну, расскажи, да, да, да. Я думаю, что вот эта ситуация с Лубянкой, это, ну, во-первых, непрофессионализм агентуры, и это вопрос с куратором, с кем вы работаете. А во-вторых, это прямая подстава кураторов. И что самое интересное, вовлечение российских спецслужб в историю, где Россия не является стороной конфликта. Об этом все знают. Но вот эта постановка вопроса, что я побегу рассказать старшим, что ай-яй-яй, нехороший таран меня обидел, это политическое действие, это вовлечение российских спецслужб в ту историю, в которой Россия не является стороной конфликта. У меня сразу вопрос, так кто там у нас агент СБУ? Хочу обратить внимание вот на какой вопрос. Я, в принципе, персоналий практически никогда не трогаю. И я трогаю персоналии, ну там, например, я писал ролики о Платошкине, о Медведчуке, о других людях, исключительно опираясь на какие-то высказывания, на какие-то видео, на какие-то факты. Фактура. И, собственно говоря, Карасева я в упор не видел, и я даже не собирался его упоминать. Но поскольку вопрос коснулся меня лично, и мне были предъявлены обвинения, которые говорят о том, что я агент СБУ, я работал на Батькивщину и так далее, и так далее, и так далее, то я думаю, что Владимиру Карасеву нужно записать либо ответное видео, для того, чтобы открыто, не кулуарно, не вот так вот, не бегая, не прячась, не возмущаясь, без истерик, спокойно взять и огласить, а что ж там есть наторона, это принципиальный вопрос. Либо, как я уже говорил в предыдущем ролике, замолчать и не отсвечивать, пока старшие, и Карасева в том числе, не нахлобучат его сверху по шапке за то, что так бездарно себя ведет в информационном поле. Ну а если серьезно, то пока вот такие говномуты не перестанут бегать по лубянкам, мы эту войну никогда не закончим. Я считаю, что Карасев должен записать ответное видео, и он должен вызвать меня на открытые дебаты, где он, глядя мне в глаза, вот это вот все скажет, не прячась через третьи лица, и не рассказывая о том, какой таран нехороший, как он работает на иностранные спецслужбы, будучи гражданином Российской Федерации. Это все бред, это все абсолютно не соответствует действительно тысяче полбеды. На самом деле, вы же все же понимаете, что в данном случае конфликт происходит не между мной, Дмитрием Тараном, физическим лицом, и Владимиром Карасевым, физическим лицом. Нет. Это схлестывается партия мира и партия войны. Я выступаю за то, чтобы прекратить войну на Донбассе, чтобы взять и закончить братоубийственную войну с точки зрения большой страны, с точки зрения ее генерального штаба, с точки зрения старших большой страны, которые на самом деле эту вакханалию продолжать больше не позволят. А Владимир Карасев, как член партии войны, очень хорошо устроился. Дело в том, что за последние шесть лет вот эта вот война, она позволяет очень многим журналистам хорошо создавать фонды, на этом зарабатывать, пиариться, ходить на телеканалы, выступая в очень простом тезисе. Вот это плохие укропы, мы хорошие русские. Точно так же, как делают бандерации с той стороны. Это два плеча одного механизма, они управляются из одного центра. И это понятно любому. Поэтому, Владимир Карасев, чтобы долго не откладывать это все в долгий ящик, пишем видео и предъявляем открыто, в чем там таран, не прав? А еще лучше, приглашаем меня на дебаты. И желательно на каком-нибудь федеральном канале, например, в том же открытом эфире «Звезды». Вы там бывали, вы там знаете, я там бывал. И мы там с вами обменяемся мнениями относительно вообще информационной политики во времена прокси-войны в интересах иностранных спецслужб. Очень интересная тема, правда? Продолжение следует... Продолжение следует...